Значит, просто запишем их и еще раз обсудим, какой смысл имеют неизвестные функции и коэффициенты в уравнении. Итак, первое уравнение – это уравнение колебаний. Уравнение колебаний. Какое уравнение такое? Ну, общее название, я еще раз повторю, основные уравнения математического языка, да, просто список. Итак, первое – это уравнение колебаний. Запишем. Роб. 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 Продолжение следует... То есть вот уравнение, которое тут написано, называется уравнением колебаний. Ну, наиболее общий вид этого уравнительства. Вот. Значит, мы рассматривали на примере колебаний струны и знаем, что вот сама по себе функция U это отклонение точек рассматриваемой системы от некоторого начального положения, положение там, условно говоря, равновесия. Вот. В данный момент времени T и точки R. Вот. Коэффициенты ρ, P, они имеют положительное значение. То есть вот по смыслу своего уравнения колебаний ρ, это плотность среды, P, это характеризует силу, типа силу трудности. Вот. Вот эта вот функция F, это тоже заданная, известная функция, характеризует некоторое внешнее воздействие, внешняя сила на систему. Ну, вот этого слагаемого в нашем уравнении колебаний струны не было. Вот. И здесь Q некая известная, некоторая известная функция, но и наша, опять же, неизвестная функция. Ну, если так вот посмотреть на смысл этого слагаемого, что бы это могло быть такое? Ну, для струны это могла бы быть примерно такая ситуация. Вот мало того, что струна при, значит, каждая точка струны при смещении испытывает действие со стороны остальной струны, да, это описывается у нас вот этой силой и пружинкой. Так еще получается, что есть, ну, как бы, некоторая пружинка, которая связывает каждую точку струны с, ну, некоторым фиксированным положением, положением U равным нулю, которое условно называется. То есть, по виду своему, это, как бы, тоже такая укругая сила, которая пропорциональна смещению. Ну, это слагаемое, оно записывается для общности. В общем виде, в теории, принято рассматривать дюртринена таким образом. Вот такое уравнение. Так, ну, давайте раз и навсегда разберемся с вот этим выражением. Дивергенция по градиенту. Что это такое? Значит, вот отдельно про него говорю. Напоминаю, что если у нас есть некий вектор А, вот, и он имеет координаты А1, А2, А3, да, я на примере всё трёхмерных векторов, вот, и сам, да, то дивергенция вектора А, это следующая операция. Мы должны каждую из его вот этих вот компонентов, 1, А2, А3, продифференцировать по своей кардинали. То есть это будет сумма по И от единицы до, ну, в данном случае, трёх, ДА, питых, по ДС, питых. Вот. У нас в качестве вектора, который стоит внутри дивергенции, выступает П умножить на градиент У. Вот. П умножить на градиент У. Это следующий вектор. Мы должны П, П это скаляр, умножить на производные, вот этой скалярной, опять же, функции У, по своим координатам, да. То есть координаты этого вектора будут выглядеть так. П на ДУ по ДХ1, П на ДУ по ДХ2, П ДУ по ДХ3. Ну, я, конечно, все выражения пишу в самой простейшей, да, не картовой системе координат. Ну, там, в каких-то треволинейных они немножечко меняются. Вот. Значит, если мы теперь, вот координаты этого вектора, подставим вместо координат вектора А, да, то дивергенция, дивергенция П градиента У, это будет следующее выражение, сумма по И, ну, от единицы до трех, Д по ДХ2, П, ДУ по ДХ2. Вот, в декартовой системе, значит, это выражение имеет вот такой век. Вот. Ну, значит, нас, в частности, будет интересовать случай, когда у нас среда однородная. Значит, однородная среда, это будет означать, что вот эти вот коэффициенты, плотность среды, сила упругости, там, внутри среды, это, на самом деле, постоянные величины. РОТ константа, П, АТ константа, ну, и кроме того, кроме того, пусть Ку равно нулю. Вот тогда, вот это наше уравнение превратится в так называемое волновое уравнение. То есть, частный случай уравнения колебаний, вот при этих положениях, это волновое уравнение. Ну, давайте, вот посмотрим, что будет, если у нас П константный. Значит, здесь у нас константа, и эту константу, вот отсюда, можно вынести за знак производства. Да? За знак производства. Тогда тут будет просто сумма вторых производств. Значит, в случае, если П равно константа, то вот эта вот дивергенция П градиента превратится просто в П на оператора Лапласа, который действует на руке. Оператор Лапласа это просто сумма вторых производников. сумма П е единица за трех, Д два по Д и С битой дважды. Да? Так вот, наше уравнение превратится вот в такое уравнение. Д два У Т Р по ДТ дважды равно А квадрат Лаплас У У Т Р плюс, ну, вместо функции я в большой, я должен писать. Маленькую. Вот это вот. Это, что-то называемое, волновое уравнение. Что там здесь? Ну, надеюсь, что оно вам уже встречалось. Допустим, в курсе электродинамики оно должно было появляться, когда вы рассматривали распространение электромагнитных волнов. Там, значит, вот эти уравнения должны были появляться. Волновое уравнение. Так, ну, следующее уравнение, которое мы тоже вывели при определенных предположениях, при определенной ситуации, это уравнение распространения угла. Уравнение распространения угла. Да. Я тут, правильно? И пишу. Я буду говорить. Значит, выглядит оно следующим. Вместо второй производной по времени остается только первая производная по времени. А все остальное точно так. Все остальное точно так. То есть надо переписать. Но смысл всех коэффициентов, конечно же, не нравится. Если это действительно рассматривается ситуацией типа распространения тепла, то У имеет смысл температуры. в точке R в момент времени T. Вот. Тогда вот этот коэффициент, который стоит перед первой производной по времени, как мы видели, имеет смысл теплоемкости, умноженной на плотность. то есть такой удельной теплоемкости, умноженной на плотность. Нет. Это все-таки удельная теплоемкость, умноженная на плотность. Значит, дальше. Здесь вот этот коэффициент P. Значит, он приобретает смысл от коэффициента теплопроводности. Вот этого члена при выводе уравнения теплопроводности у нас не было. Ну, а он, тем не менее, присутствует в общей форме уравнения. Смысл у него какой? Ну, снова видно, что на самом деле у нас как бы изменение температуры со временем за счет вот этого слагаемого отрицательного, то есть как бы описывает такой процесс охлаждения. Но за счет чего? Вот с каким-то коэффициентом значит, это охлаждение пропорционально самой температуре внутри нашей системы. Ну, это можно понять так, что есть какие-то стоки, тепловые стоки. Вот, то есть, ну, допустим, вот рассматривается ситуация, когда положительная температура есть кусочки льда, они тают. Да? Вот, то есть, ну, то есть на льда и не расходуется какая-то вот, вот, энергия, то есть это приводит к понижению температуры. Вот, ну, F это, как мы помним, там, плотность, мощности внутренних источников тепла. Вот. То же самое уравнение описывает на самом деле и процессы инфузии. тогда, значит, уравнение, ну, называется иногда и уравнением диффузии имеет точно такой же вид. Но смысл коэффициентов меняется. Вот. Вот это у будет иметь смысл концентрации диффлугирующего вещества. Вот. Ну, вот эти коэффициенты тоже поменяют смысл. Вот этот коэффициент, коэффициент диффузии, да, который определяется из закона Афика. Ро, ну, тоже, это, скажем, там, плотность, умноженная, ну, на некоторые еще там свойства, да. А вот это вот это слагаемое, значит, ну, тоже имеет такой своеобразный смысл. Допустим, диффундирующее вещество может вступать в химическую реакцию с чем-то внутри соседшего и связываться. Тогда, значит, это, ну, скорость реакции может быть пропорциональна концентрации вот этого диффундирующего вещества это будет такой сток вот этого вещества в таком химическом смысле. В принципе, вот иногда рассматривают диффузию такого делящего вещества, допустим, диффузия нейтрона вот в делящемся материале. Тогда ситуация будет другой. На самом деле появится уравнение такое же слагаемое, но только значит, за счет ну, столкновения там нейтрона с нестабильными ядрами, эти нейтроны будут порождаться. И в результате у нас здесь должен быть тогда знак не минус, а плюс. То есть столкновение нейтрона с нестабильным нейтроном вызовет, скажем, появление еще дополнительных нейтрон. тем больше концентрации декоративных нейтронов, тем более интенсивно проникает вот эта цепная реакция. Знак будет плюс. Но эта ситуация, скажем так, для классической физики нестандартная, потому что вот эта вот ситуация с делением она приводит к тому, что решение будет неустойчиво, решение будет нарастать со временем. И в результате обращаться в бесконечность. Как правило, классические физики рассматривают ситуацию, когда такого не происходит. решение не обращается в бесконечность. Вот. Поэтому снова знак вот этих величин Ро, П и Куб считается определенным. Это положительные величины. и уравнение коребаний, и уравнение распространения тепла. Это всегда положительные величины. Ну, строго говоря, вот Ро и П положительные, а вот это вот Куб, оно может быть равно нулю, то есть это будет более частный случай такого уравнения. Дальше. Если мы снова рассмотрим однородную среду при тех же предположениях, то наше уравнение превратится в более простой уравнение. Вот. Оно будет иметь вот такой вот это будет у нас уже уравнение уравнение теплопроводных. Уравнение теплопроводных. Более значит простая ситуация. Вот. То есть тут будет у нас первое производное повредение. Ну, несмотря на такое маленькое отличие в уравнении, там вторая производная, тут первая производная, все-таки происхождение значит этих уравнений, ну то есть вот на примере вывода этих уравнений, и соответственно свойства решение этих уравнений различается кардиналью. Кардиналью. То есть на самом деле отличие очень большое в смысле решение. По форме вроде не очень, а так же на самом деле очень большой. Ну и наконец следующий тип уравнений это так называемые стационарные уравнений. Ну, стационарные уравнения следующий тип. значит что произойдет если в случае колебаний или в случае распространения тепла мы интересуемся решением которое уже не зависит от крема. То есть мы интересуемся ситуацией когда скажем процесс распространения тепла уже завершился и установилась некоторая равновесная ситуация. Или колебания уже остановились и система приняла некоторое равновесное состояние. В этой ситуации у нас неизвестная функция перестанет зависеть от крема. Стационарная ситуация. Ну и что тогда произойдет и в уравнении колебаний и в уравнении распространения тепла у нас пропадет производная по времени. Все остальное сохраняется. И значит уравнение примет следующий вид. минус дивергенции уравнение P T P T U от T то есть теперь неизвестная функция зависит только от T от T не зависит стационарная уравнение а плюс плюс ну вот T R равно F от T вот он общий вид стационарного уравнения общий вид стационарного уравнения ну соответственно в случае однородной среды у нас тоже появляются более простые уравнения то есть вот эта дивергенция градиента превращается в оператор LAPLASSE значит однородная среда однородная среда приводит к тому что дивергенция градиента еще раз оператор LAPLASSE IQ равно 0 IQ равно 0 превращается уравнение в такое LAPLASSE U от R равно минус F от R опять же надеюсь вам это уравнение хорошо знакомо это уравнение FUASSE повторяю смысл величин который входит в него может быть разным рассматривается равновесная ситуация для разных совершенно процессов равновесное распределение температуры равновесная форма каких-то там значит нагруженных поверхностей да вот или вот в случае когда мы имеем дело с электромагнитным полем смысл тут какой U это электростатический потенциал а F это значит плотность заряда которые порождают вот этот электростатический потенциал ну еще более простая форма получается когда у нас F равно нулю вот это уравнение и это уравнение называется уравнение Лапласа уравнение Лапласа ну одно из самых древних изнаменитых уравнений значит описывая скажем поведение электростатического поля или поведение гравитационного поля в области где нет источников этого поля дальше на самом деле еще один тип стационарных уравнений получается из уравнения колебаний предположение что у нас как внешняя значит сила так и само решение зависит от времени периодически итак давайте это запишем если уравнение колебаний уравнение колебаний вот это F от T R ну равно некоторое F от R на E в степени минус и омега T U от T R равно некоторое у от R на E в степени минус и омега T то если это туда поставить и экспоненты соответствующие там подифференцировать по времени где надо уравнение колебаний там есть вторая производная по времени и после этого сократить эти экспоненты появится уравнение из волнового уравнения ну давайте так волнового волнового появится так называемое уравнение Кельм-Голльц вот оно какое-то вот оно какое-то вот это уравнение Кельм-Голльц это амплитуда то есть неизвестная величина это амплитуда каких-то периодических колебаний под действием периодических сил вот ну принципиальное отличие вот скажем уравнение Куассона в том что есть вот еще вот это то есть не просто оператор дельта то есть оператор лапласов если это оператор лапласов плюс негативная ненулевая величина положительная ну свойства решения других отличаются ну наконец еще два уравнения которые как бы физику неприлично не знать это так называемые уравнения Шрини вот нестационарная и стационарная и так нестационарное уравнение Шрини имеет следующий и H 2 Си от t m под m равно минус h квадрат 2 m оператор лаплас Си t r плюс v ну в общем случае тоже от t r умножить умножить на psi от t r вот так называемые нестационарные уравнения шрини уравнения как бы очень интересно дело в том что по виду оно вроде бы вот если так вот еще и глаз посмотреть на него оно вроде похоже на уравнение теплопроводности почему первая производная по времени и вторая производная по координатам уравнение теплопроводности на самом деле не все так просто дело в том что вот и это мимо единицы и на самом деле подразумевается что конечно же наша вот эта искомая функция это комплексная функция то есть на самом деле если теперь эту комплексную функцию расписать в виде суммы действительно мимо части то у нас получится система уравнений для действительно мимо части это будут два уравнения вот ну они там действительно мимо части будут перемешаны вот но два уравнения с первой производной по времени их можно как бы эффективно переписать в одно уравнение со второй производной по времени поэтому на самом деле несмотря на то что выглядит оно как уровнение теплопроводности вот это ну по свойствам решений больше напоминает волновое уравнение решение как бы ну в том числе есть и периодически вот и значит но несмотря на это как бы все-таки остается что-то и от уравнения теплопроводности то есть оно как-то вот так вот очень странно совмещает в себе вот эти свойства которые есть ну или там идеи которые возникают из уравненного теплопроводности и уравненным колебаний и то и другое вот ну есть еще так называемая стационарная а вот все ну вот это что за буква да нет дальше первая буква по галочке да что в в в ну вот так вот получается если мы предположим предположим что значит мы имеем дело с периодическим решением вот ну значит минус и е поделить на ht вот то есть так же как вот смотрите да очень похоже на волновое уравнение то есть вот если мы предположим что решение этого уравнения периодическое то уравнение превратится вот в такое уравнение минус h2 m z ну тут уже psi атр плюс v ну нехорошо когда в зависимости от времени здесь мы уже исключили а здесь осталось поэтому v конечно зависит только атр psi атр равно в psi атр вот выглядит оно как задача на собственное значение задача на уравнение задача на собственное значение но некоторый оператор действующий на функцию psi равно е на функцию psi вот и за этим стоит некоторая особая идеология особая парадигма вот этой квантовой механики много чего вокруг этого наверча вот ну смысл величин которые сюда входят опять же на квантовой механике вам подробно расскажу все это волновая функция и там и там да и значит это значит как как там называется амплитуда плотности вероятности ну правда сказать что это амплитуда плотности вероятности и не объяснить что это такое это все равно что ничего не сказать поэтому я просто не буду ничего говорить про это дело а значит на квантовой дыханики вам все это подробно расскажут так ну вот этот список уравнений последние два я написал просто из любви к физике ну то есть в отличие от математик уже все-таки физикой занимаемся вот и как бы нельзя не написать уравнение пусть они тоже будут оставлю так значит ну вот этот список уравнений мы значит подробно посмотрим на самом деле для каждого из этих уравнений какие ставятся задачи и как они решаются потому что еще раз повторяю что вот физики как-то так получается что уравнение они как правило никакой физический процесс не описывают они описывают некоторую общую ситуацию для разных процессов это то что объединяет самые разные физические задачи а вот то что значит приводит к однозначному описанию ситуации должно включать в себя уравнение плюс дополнительные условия вот это будет главный наш объект рассмотрения но все-таки сначала мы поговорим немножко о самих уравнениях как таковых записывать решение уравнение частных производных которые выписаны здесь не имеет никакого смысла потому что у каждого уравнения в частных производных бесчисленное необозримое множество решений ну если такие решения существуют их как правило необозримое множество то есть в отличие от обыкновенных дифференциальных уравнений где решение определенность точности до неопределенных постоянных ну это и то как бы очень сложно иногда понять что это за функция написана если там есть две произвольные константы она может быть такой может изгибаться так и так там в общем но еще что-то можно нарисовать какие-то линии как правило решение дифференциальных уравнений в частных производных определены с точностью до произвольных функций и тогда уж нарисовать ничего не представляет никакой возможности поэтому на самом деле если говорить о свойствах уравнений как таковых то все что собственно говоря можно об этом сказать это попытаться проклассифицировать типы этих уравнений поэтому вот следующая наша ну вот эта лекция и последующая будет посвящена вот этому вопросу вопросу классификации итак мы начинаем с такой темы итак начинаем мы со следующей темы классификации классификации линейных дифференциальных уравнений в частных производных официальное сокращение линейных дифференциальных уравнений частных производных второго порядка итак запишем сначала дифференциальные уравнения линейных частных производных второго порядка производного вида как оно может быть ну на самом деле пусть у нас x будет обозначать такой элемент анимерного пространства и будем считать что x принадлежит некоторой области g которая является областью конвертного пространства дальше будем считать что наша функция o от x значит эта функция от n переменных x это вот тот напор x1 и тогда x она по крайней мере дважды непрерывно дифференцируем этой области общий вид вот этого линейного дифференциального уровня частных производных второго порядка записываем следующим образом это сумма по и и й от единицы до n а и й от x на d2 и по dx и t dx и t плюс а на самом деле все остальное не влияет на классификацию вот этого уравнения то есть важно чтобы явно был выписан вот этот вот член со старшими производными и он имел такой вид а все остальное записывают очень так пренебрежительно некоторая функция которая зависит от x от u от градиента у ну вот с учетом этого пренебрежительной пренебрежительной записи иногда даже говорят не просто о линейных уравнениях а о квази-лимейных уравнениях то имеется в виду следующее что вот здесь вот у нас входит в первую степень производная вторая производная по u все входят в первую степень а вот сюда входит все что угодно какие-то функции от u в квадрате там все что угодно на вопрос по классификации уравнения это не влияет вот но как бы с одной стороны никак не влияет с другой стороны важности никакой не представляет в этом вопросе да поэтому мы не будем на это обращать внимание вот будем говорить о линейных уравнениях чем они отказали линейных отличаются непонятно да вот итак значит что мы предполагаем ну конечно мы предполагаем что все эти коэффициенты а отличные от нуля чтобы это было уравнение второго порядка вот и кроме того мы можем с уверенностью сказать считаем далее считаем далее а и й от x равно а й и т то есть эти коэффициенты образуют матрицу ну это такая будет функция матрицы потому что каждый коэффициент является функцией от n перемена почему мы имеем право так сказать на самом деле если это не так ну допустим вот тут есть какой-нибудь коэффициент а1 2 и пусть он не равен коэффициенту а2 1 пусть это не выполняется но коэффициент а1 2 стоит перед производной d2 u по dx1 dx2 а коэффициент а2 1 стоит перед производной d2 u по dx2 x1 а эти две производные вот для функций которые дифференцированы можно менять местами да порядок дифференцировать и поэтому на самом деле можно как бы объединить слагаемые с этими двумя производными и вот эту сумму коэффициентов а1 2 плюс а2 1 обозначить как новый какой-то коэффициент и пополам разнести этим производным то есть превратить с помощью вот этих переобозначений матрицу в такую симметричную матрицу вот итак значит что с этим уравнением можно сделать на самом деле можно попытаться с помощью замены переменной привести его к какому-то другому виду может быть более простому вот поэтому делаем следующее значит попытаемся с помощью не особенной замены переменной замены замены переменных упростить уравнение итак мы предположим что у нас есть вот были переменные x их n штук было а теперь появились новые переменные y которые являются функциями от этих переменных x k 1 dm ну было n переменных и осталось n переменных ну замен не особенность вот это требование не особенности означает что определитель матрицы якобы d y k по d x и матрицы составленные из этих призмонных отличие на стуляциях значит смысл этого требования состоит в том что в этом случае у нас существует взаимно однозначное соответствие между старыми переменами и новыми переменами как только определитель обратиться в ноль значит у нас нету этого однозначного соответствия зачем рассмотреть тогда такие странные замены перемен естественная перемена и так значит вот сделаем эту замену переменной уравнение ну как это делается тут вот есть у нас производная функция у значит у нас была старая функция у которой зависит от x мы теперь считаем что конечно же у нас появилась новая функция у которой зависит от и если нам теперь нужно поменять то есть нужно посчитать какие-то выражения старых производных через новые то мы должны учесть что на самом деле это можно записать как у зависит от x либо это можно записать как у значит x зависит от x я напомню откуда берется вся эта красота на самом деле были старые переменные которые мы называли x и мы определяли отображение на u и вот эта точка называлась у нас это отображение называлась у нас у от x если мы теперь ведем заменопеременные то значит у нас есть вот такое соответствие значит в одну сторону это читается в эту сторону это читается как x x y а в эту сторону это читается как y 0 x и отображена и ну и что тогда сопоставить вот этой точке y которая соответствует этой точки с какое значение то же самое то есть вот это отображение будет называться теперь условно в этом смысле что она функционально не совпадает с тем что было раньше вот ну значит вот этот рисуночек соответствует вот этому равенству и мы можем дифференцировать так нам надо посчитать первую производную считаем такую производим воды можем вот пользуясь этим считать что на самом деле зависимость от x она вот так вот то есть это будет д с волной у от x по dx и тому да а это значит мы должны дифференцировать как сложную функцию ну у на самом деле их несколько штук поэтому возникнет сумма сумма по k от 1 dn d u с волной от y по d y к тому ну а дальше d y к тому по dx и то что у нас получится мы должны будем дифференцировать вот это вот вот это произведение снова по старой переменной да и возникли два слога во первых во первых снова возникнет неслабляемой суммы другой индекс еще ввести значит будет d2 у с волной по d y к тому вот а здесь появится d у кратов по dx и т то что было на еще d y м т то по d x y плюс значит это я продифференцировал вот это произволную продифференцировал ее воспользуюсь тем же самым Появилась двойная сумма. А теперь я должен дифференцировать еще вот это вот, по произволу. Второй со множителем. Там сумма останется одиночной. ОК из единицы до L. Значит, D, Y с волной. Вот D, Y к тому. И 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 D, Y к тому. Вот D, X к тому. D, Y к тому. Ну вот, значит, посчитал вторую производитель. Да? Замена переменной. Теперь, вот это выражение, вот эту вторую производитель, я должен подставить вот сюда, в эту уровню. Значит, подставляем. Значит, сумма поедет от единицы до L. Как была, так и останется. Значит, A и Y. Ну, аргумент не пишу для краткости. Дальше. Вместо вот этой производной появятся, ну, вот эти две суммы. Да? Сначала я пишу вот эту двойную сумму. Сумма по K, M, X, D, M. D2 в основной. По D, Y к тому. D, Y к тому. Ну, и вот произведение вот этих двух произведений. D, Y к тому по D, X к тому. D, Y к тому. D, Y к тому. По D, X к тому. Все? Писал? Плюс. А теперь смотрим. А тут что у меня присутствует? А тут у меня присутствует только первое производитель. А мы договорились, что первое производное нам неинтересно. И мы всю вот эту сумму, да? Ну, вместе вот с этой суммой, там, этими коэффициентами. Короче, все вот эти первое производное мы включим в функцию F. Вот это. Ну, конечно, запишем, что функция F как-то изменится. Теперь это будет функция от Y, U, ну, и градиента. Ну, вот. Видно, что у меня было уравнение второго порядка, и никуда. И вот второй порядок, конечно, не денется за счет замены перемен. То есть, надеяться не надо, что мы не простим уравнение так, чтобы было во второго порядка, а станет первого порядка. Так не бывает. Вот. А поменяется коэффициент. То есть, мы можем теперь записать вот это уравнение в таком же виде, но только как бы написать его в виде суммы по производной второго порядка по новым переменным умножим на некоторые новые коэффициенты. Вот. То есть, то, что мы получили, это вот такое уравнение. Теперь сумма по К и М от единицы ДМ. А с волной КМ, имеется в виду новых переменных, значит, от Y. D2U от нового переменного Y. D, Y, K, D, Y, M, T. Плюс F с волной равно 0. Значит, что мы добились? Мы как-то преобразовали наше уравнение. Формально оно выглядит так же, да? Но теперь мы можем написать явный вид вот этого нового преобразованного коэффициента и посмотреть, что отсюда можно вытащить. Вот. Вот вид этого коэффициента я записываю. То есть это вот что такое. Вот этот коэффициент АКМ с волной. Правильно. Ну что это такое? Это всё, что есть вот в этом выражении, за исключением вот этой второй призводы. Ну, сумма. Вот это она тоже уже тут явно выписана. Поэтому остаётся только сумма по И и Ёд, а Ёд умножить на вот эти вот производства. Итак, это будет сумма по И Ёд, А, И, Ёд, Д, И, Ёд, Д, И, Ёд, Д, И, Ёд. Вот оно, выражение нового преобразованного коэффициента через старые коэффициенты. И вот эту вот нашу замену перемен, которая подделяется функциями Y, как функциями от X. Так. Ну, на самом деле теперь, конечно, тут как бы нужно узнать вот это выражение, узнать, что мы получили. Вот если мы посмотрим на это выражение и скажем, что пусть у нас есть величины S и K, которые записываются через эти функции. Вот таким вот. D, Y, K, D, X. То тут как бы получится, ну вот у нас тут есть как бы квадратная матрица, и я вот подобрал эти индексы так, чтобы у нас было произведение вот этих матриц. Вот. То есть у нас появится вот такое выражение, что A с полной K, M, D равно сумма появится, значит, от 1 до N, значит, A, I, J, S, I, J, S, J, M. Вот. Вот. Появится, значит, вот такое выражение. Вот это выражение встречается в алгебре в вопросе о приведении к экономическому виду квадратичной формы. Вот такое выражение встречается. То есть это то же самое выражение, которое получается при преобразовании квадратичной формы к новым переменам. Это выражение для преобразования коэффициентов этой квадратичной формы. Вот. То есть, значит, ну, опять я напишу. Вот. Есть у нас квадратичная форма К. Ну, обычно ее записываю. Вот так вот, P, P. То есть квадратичная форма переменных P. Вот. Обычно, значит, ее так определяют. Вот это что за выражение. Это сумма, значит, P, I, J от 1 до N, A, I, J, P, I, T, P, J. Ну, вот эти квадратичные формы, это всякие там параболы, гиперболы, эллипсы, да, вот, всякие там, ну, а в многомерных случаях всяких там липсоиды, параболоиды, там, казань. Вот. Так вот, если мы проведем вот такую замену примеру, введем, значит, скажем, что P, I равно сумма, P, K от 1 до N, S, I, K, T, P, P, K, T, то есть проведем вот такую линейную замену переменных, да, что видно, что это прям не только такой вид. Сумма, P, I, J от 1 до N, значит, внутри там сумма, P, I, J от 1 до N, A, I, J, T, S, I, K, T, S, J, N, T, вот он, A с волной, K, M. То есть выражение, которое, значит, получается вот в этой задаче, задаче о преобразовании квадратичной формы, выражение для новых коэффициентов точно такое же, как выражение вот здесь вот, которое у нас появилось, да, то есть две эти задачи аналогичны. Две задачи аналогичны. Это можно использовать, да. Мы знаем, что, в принципе, мы можем получить при преобразовании квадратичной формы, и мы должны ожидать того же самого вот в нашей задаче о преобразовании нашего уравнения, да, то есть логика такая. Вот. Ну а что реально, значит, делается с квадратичными формами? Ну, я напомню, что если есть какое-то уравнение, скажем, ну, на плоскости две перемены, вот от них квадратичную форму составляет, то это у нас будет либо эллипс, либо гиперболы, либо параболы. Вот. И существует так называемый канонический вид квадратичной формы, да? Вот. Ну, значит, это имеется в виду, надо ввести такие координаты, в которых эллипс будет иметь, ну, уравнение, там, x квадрат поделить на а квадрат плюс y квадрат поделить на b квадрат равно единиц, да, вот, экономический вид, да? Вот эти новые перемены x на y на b, если мы их обозначим, то это вообще будет выглядеть как окружность, да, как уравнение для окружности. Вот. Хотя, как бы исходное уравнение, оно может содержать в том числе и слагаемые типа, ну, какая-то константа умножить на x на y. То есть, что мы делаем? Можем тебе делать? Конечно, можем. Конечно, я сделаю. Но в своем времени. Значит, мы можем избавиться от перекрестных членов, вот. А оставить не нулевыми, только вот эти вот диагональные члены, ну, можно не здесь и здесь показывать. То есть, будем называть каноническим видом уравнение, да? Новое понятие. Канонический вид уравнение. Ну, вот это вот. Л, Д, У, Ф, Т, П, второго порядка, да? Ну, вот это вот. Л, Д, У, Ф, Т, П, второго порядка, да? Л, Д, У, Ф, Т, П, второго порядка. Как он должен увидеть? А, вот эти новые, К, М, равны нулю, если К не равно М, и ноль или плюс-минус единице, лучше если К равно К. Точно так же, как в теории вот этих вот квадратичных форм. Точно так же, как по аналогии. То есть, мы можем попытаться добиться этого количества видов. Ну, давайте перейдёмся. Ну, давайте перейдёмся. Ну, давайте перейдёмся. Видели он так? Так, ну, давайте продолжим. Итак, значит, чтобы добиться вот этого результата, да? Посчитаем, сколько величин нам нужно реально занурить. То есть, исходно у нас было М квадрат величин. Ну, на самом деле, с учётом того, что матрица симметричная, это будет не М квадрат, а чуть поменьше, да? Но, в результате, сколько нам нужно коэффициентов занурить? Вот. Синий диагональный элемент. В матрице Н на Н. Сколько нигиагональных элементов? Н. Значит, в первой строке n-1 штука, да? Во второй строке n-2. Ну, и так далее, это единицы. Надо просуммировать от единицы до n-1. Ну, вот маленький Гаусс глубоко поразил своих учителей тем, что сделал это. Там была такая задача типичная. От единицы до ста сложить числа и сказать, похоже будет результат, да? Вот. И учителя привыкли, что там, ну, через час учителей где-то там приносит ответ. А маленький Гаусс сделал это за динуту, как бы. У тебя, конечно, не поверили, как бы. Дали мне другой пример, а он, а они не знали ответа, да? Он взял и посчитал, а они там сидели и перешли вверх. Я не помню, но ему там как-то меньше десяти лет как-то было. Такое. Условие. Итак. Нам нужно занулить n на n-1 пополам. Вот это вот количество не диагональных элементов. Не диагональных элементов. Все они должны превратиться в ноль. Да? В результате наших преобразователь. Раз. Второе. Сами по себе диагональные элементы. Ну, смотрите. 0 плюс минус 1. Ну, по крайней мере, значит, все по модулю не нулевые элементы должны стать равными. Значит, одинаковыми, да? То есть один элемент можно взять произвольное увеличение, на него все уравнения поделить. А остальные n-1 элементы надо как-то опять, значит, за ними следить. Плюс n-1. Вот это вот диагональных элементов. Да? Надо сделать равными. Ну, там, по модулю. Плюс минус единица. Ну, либо нулю. Так. Вот это количество условий. Количество функций, которые есть у нас в нашем распоряжении. В нашем распоряжении. Значит, ну, это как бы количество условий, а есть количество... Как это назвать? Ну, количество величин, да? Количество величин, которыми мы распоряжаемся. 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 Если мы хотим одними и теми же преобразованиями преобразовать наше уравнение, да? То в нашем распоряжении есть только вот эти функции Y-каты. Да? Y-каты. Иханштук. Итак. N – это в области. То есть, если мы хотим сразу одними преобразованиями, но во всей области преобразовать наше уравнение, то реально у нас есть N в нашей функции. Вот N в замене переменности. Вот. Ну, смотрим. Значит, уравнение частной производности начинается со случая N равное 2. Потому что N равное 1 – это обыкновенная дефекциональная уравнение. Значит, N равное 2. Значит, смотрим. Здесь вот N равное 2 подставляем 1. Значит, здесь 1, 2. То есть, 1 плюс 1. 2. 2. 2, 2. То есть, при N равном 2 у нас получается 2. Ну, соотношение это должно быть таким, по крайней мере. То есть, у нас количество по величине должно быть больше, чем количество в условиях. Ну, здесь получается 2 равно 2. Вот когда возьмем N равное 3, то получим уже что? 2. Значит, здесь 2 плюс 3 – 5. А здесь 3. Ну, все. Количество условий уже больше. То есть, получается, что в области привести наше уравнение к каноническому виду всегда мы можем только в случае двух переменных. Вот. То есть, единственный случай, когда возможно приведение уравнения к каноническому виду сразу во всей области всегда, да, это только случай двух переменных. В остальных случаях, ну, это может нам повезти суровую. Что там вот специально как-то коэффициент у него, уже у исходного такие, да, вот, нам может повезти, но чаще всего, то есть, в общем случае, не повезет. Потому что количество условий больше, чем количество наших величин. Вот. Поэтому можно посмотреть на эту ситуацию там. Да. Ну, хорошо. Мы не будем искать преобразования, которые сразу везде наше уравнение приводят к каноническому виду, а поищем преобразование в какой-то меньшей области. Да. Ну, давайте эту область сократим до точки. Вот в одной точке попытаемся определить тип уравнения. Но если мы работаем в какой-то одной точке, то в этой точке у нас, в принципе, доступны все вот эти производные. То есть, в качестве наших рабочих параметров. То есть, мы можем как-то задать величины вот этих функций Y, ориентируясь на необходимые значения их производства. В одной точке это возможно сделать. Вот если мы хотим в области это сделать, это уже нельзя. Потому что мы в одной точке будем иметь одни необходимые значения производных, а в другой точке необходимые значения производных другие. А нам нужна функция, которая имеет эти значения производных. Такая вот гладенькая непрерывная функция. Этого может не получиться. Понимаете? В соседних точках. Но в одной точке это всегда можно добиться. Да? Поэтому в точке, в точке, в точке у нас N квадрат параметра. N квадрат параметра. Вот. То есть, это значение производных. Ну, D и X, D и X, D и X. Вот какие надо значения этих производных в данной точке, такие мы и возьмем. Всего лишь одна точка. Ну, N квадрат, оно всегда заведомо больше, чем вот это число N, N-1 пополам, плюс N-1. Да? Вот. Поэтому в точке мы проклассифицировать уравнение сможем всегда. Вот. Вот. В одной точке мы всегда можем определить. Ну, что ж. Значит, договорились, что мы можем это делать в точке и каким результатом мы придем при классификации. Они, эти результаты совпадают с результатами классификации квадратичных форм. Значит, наши матрицы будут, как и в случае квадратичных форм, иметь вот те самые канонические виды. И, соответственно, в соответствии с этим появляются канонические виды наших дифференциальных уравнений. Итак. Значит, первый тип – это так называемый эллиптический тип. Эллиптический тип. Уравнение имеет эллиптический тип, если все диагональные элементы равны единице. Или уравнение имеет эллиптический тип в точке. Если все диагональные элементы равны единице. Теперь запишу это в виде АКМ. АКМ равно 0, если К не равно М. И единица, если К равно М. Здесь вот К равно 1 и так далее до М. Как будет выглядеть это уравнение? Выглядеть оно будет так. Это будет сумма. Вот эти новые, видите, коэффициенты АКМ. Все равны единице. Единицы. Коэффициенты – это перед какими производными? Перед вторыми производными. Ну, когда К равно М, значит, одноимённый. Значит, D2U с волной. Коэффициенты – Y2H плюс. Ну, а дальше все остальное нас не интересует. Плюс F равно нулю. То есть просто сумма вторых производных плюс F равно нулю. Похоже на уравнение, как бы, классовки, да? Да. Но, на самом деле, как бы, это просто уравнение электрического типа в каноническом виде. Потому что сами производные не могут там быть какими-то… То есть самые новые переменные какие-то хитрые. Так. Значит, следующий тип уравнения. Ну, как и в случае квадратичной форме, следующая каноническая кривая – это гипербола. И, соответственно, второй тип – это гиперболический тип. Гиперболический тип. Гиперболический тип. Ну, опять же, вот эти вот диагональные элементы равны либо плюс единице, либо минус единице. Да? Ну, то есть диагональные элементы разных знаков. Диагональные элементы разных знаков. Это словами. А, значит, формула будет такая. АКМ – 0, если К не равно М. И плюс единица, если К равно М, равно 1, и так далее, С. И минус единица, если К равно М, равно С плюс 1, и так далее, М. То есть сколько-то из этих диагональных элементов плюс единица, а сколько-то минус единица. Но все диагональные элементы неравнены. Значит, уравнение выглядит таким образом. Значит, вот эта вот часть с единичкой даст нам сумму по К от единицы до С. Н. Значит, D2 плюс D идинице как Т идинице. А вот эта вот даст минус сумму по К от S плюс 1 до Н. Д2 плюс N. Так, ну и, наконец, третий тип – кривая. Третья, каноническая, что ли, кривая – это парабола. Поэтому являются три параболические. Вот. Тоже очень простое определение. Часть диагональных элементов равна нулю параболические. Вот. То есть что это означает? Что АКМ имеет следующий вид. Это 0. Если К не равно М. Значит, дальше плюс или минус единица. Если К равно М равно единице и так далее С. где вот этот от S меньше N. И 0. 0, где СК равна M равно S плюс 1 до гиганальных N. То есть часть диагональных элементов обращается на 0. Обязательно последняя часть? Потому что первая. Без разницы, конечно. Будешь считать первые или последние. Вот. Это можно. Перенумерация переменных всегда равна. То есть тогда у нас выглядит. Ну, я должен записать что-то такое. То есть сумма по К единице до N. Сначала положительная. То есть единички. D2U по D1. К. К. Минус. Ой. Не до N. А до какого-то R. Потом сумма по К от R плюс 1 до S меньше N. Да? D2U по D3. К. Это важно. Ну, вот я как бы записываю формально вот эти вещи. Потому что как бы математики принято писать формы. На самом деле вот тех слов, которые я говорил про каждый стиль, вполне достаточно. Да. Если вы можете их реализовать, то запомните эти слова. Ну, а что их запоминать? Они такие же, как для вот этих экономических привыков. Да? Запомните эти слова. Ну, надеюсь, сможете написать. Классификация очень простая. Как для вот этих младык. Ну, на самом деле, опять же, на этом я классификации остановлюсь. Основных типов. Вот. Но для тех, кто захочет знать больше, скажу, что на самом деле, конечно, эта наука о классификации, она гораздо более такая разветвленная. То есть это как бы самые основные типы. У них выделяются там всякие подтипы. Вот. Классификация систем уравнений и так далее, и так далее. То есть там много еще чего есть. Не думайте, что я вас перегрузил в знания. Нет, нет. Только вот самое начало. Так. Ну и следующий вопрос. Вот у нас были наши основные уравнения математической физики. Но мы их записали как такую физическую классификацию. То есть связали с определенными физическими процессами. Колебания, распространение тепла или функционального уровня. Да. А как они соотносятся с вот этой математической классификацией? Итак, связь между физической и математической классификацией. связь между физической и математической классификацией. Субтитры делал DimaTorzok. Итак, первое у нас уравнение колебаний. Снова его пишу. Вместо R пишу x, d2u tx по dt дважды равно дивергиенция b от x градиент u от x, а u от tx. Ну, под x я, конечно, понимаю вот этот n-мерный вектор x1, тогда я и x. Так, ну что ж, нас, если мы говорим о классификации, не волнуют вот эти вот слагаемые вообще. Они как-то не играют никакой доли. Вот, более того, и тут-то нас не все волнует. Потому что, если мы возьмем вот эту дивергиенцию градиента, то дивергиенция b уродинента u, да, вот я записывал это выражение, сумма ok от единицы dr d по dx k, b du по dx k, да. Вот, если раскрыть это выражение, то появится общение с первыми и с вторыми. То есть, это будет две суммы. Сумма ok от единицы dr p, d2u по dx k дважды плюс, ну и вот такая сумма, сумма k от единицы dr, dp под dx, du под dx, вот, вот, вот эта вот вторая сумма, она классификации отношений не имеет. То есть, нас интересует только вот эта сумма. Вот, итак, значит, вот записанная. Теперь начнемся в одну сторону и запишем это так, как мы записывали вот наше общее, что ли, уродину. Оно будет и не такой вид. Ро d2u по dt дважды минус, в одну сторону издачей, потом. Сумма ok от единицы dr p на d2u по dx kt дважды плюс, а все остальное я запишу как r, которое зависит от x, в том смысле, что через функцию q и f, ну а t, x, u, ну и там всяких там, du по dx kt, да. Вот, как, значит, перепишется мое уравнение. Вот, мы интересуемся, то есть, вот, опять же, здесь у нас на самом деле переменных сколько? n переменных в пространстве, ну и t, t тоже переменных. С точки зрения математики, они эквивалентны, то есть, это, как бы, равноправные перемены. Для физики, конечно, важно, что время, что координаты. Для математики все равно. То есть, на самом деле, у нас n плюс 1 перемены. n плюс 1 перемены. Мы хотим сказать, какого типа это уравнение в какой-то конкретной точке. Да, в какой-то конкретной точке. Ну и фиксируем ее. Пусть у нас вот эта точка, ну тут даже можно выбрать всего лишь точку. Точку x равно какому-то x нулевому. Вот, зафиксировала нашу точку. Ну тогда, вот эти функции ρ и p примут какое-то конкретное значение. Это будет ρ от x нулевого, а это будет p от x нулевого. Правильно? Вот, и тогда я могу поделить, скажем, на p от x нулевого. Поделю. Вот, и получу так. ρ от x нулевого поделить на p от x нулевого. d2u под d вх минус сумма. d2u под d вх минус сумма. d2u под d вх минус сумма. Вот. Ну хорошо. Какую я буду сделать замену переменной, чтобы привести это уравнение к каноническому виду? Да вот какую-то. Возьму t с волной эту новую карту. Значит, а вот это какая-то константа. Вот я подберу t с волной так, чтобы вот эта новая переменная в точности была, вот появилась тут вторая производная. То есть это должно быть вот так. Это будет p от x ну и ворта, ρ от x ну и ворта. Под корнем. На d. Имею право ввести такой законопеременку только для данной конкретной точки. Видите? Во-первых, под корнем стоит нормальное выражение, то и другое положительная функция, да, но не обращается. Вот. Во-вторых, конкретно в этой точке x равно x нулевое, да, уравнение у меня приобретет такой вид. Вот. равно нулевому. Вот такой вид. Оно будет иметь такой вид, только при x, при x, равном x нулевому. Как только у меня x убежит, значение вот этих коэффициентов, оно же меняется в уравнении, это в общем случае. Как только x у меня убежит, все, уравнение у меня перестанет иметь канонический вид. Но в данной точке x, равном x нулевому, уравнение приобретает канонический вид. То есть получается, что я не нашел замену переменной, которая всегда моего уравнения приводит к каноническому виду. Но в данной точке x, равном x нулевому, все нормально, уравнение в каноническом виде. Какой вид оно имеет? Все вторые производные присутствуют. n плюс 1 штука. Но есть со знаком плюс 1, а другие со знаком минус. Значит это уравнение гиперболического виду. Вот. Ну насколько важен этот результат? Дело в том, что такое же преобразование я могу сделать вообще в любой точке x, в любой точке x нулевого. То есть вот, понимаете, как получается, уравнение мое, вот это вот, уравнение колебаний, оно везде имеет гиперболический тип. Везде, в любой точке x, потому что точка x нулевое, любая. Но дело в том, что я не нашел преобразование, которое везде у меня преобразует его каноническую виду. В каждой точке это будет какое-то свое преобразование. Видите? Вот этот коэффициент, от точки x нулевого зависит, он будет меняться у меня от одной точки к другой. Вот. Понятно? То есть, поэтому следует различать, конечно, вот эти два вопроса. Во-первых, вопрос о том, какого типа уравнения. Это, как правило, очень простой вопрос. Вот он решается так сходу. А другой вопрос, это найти преобразование, которое уравнение везде, во всей области приводит к каноническому виду. Вот это может быть очень сложный вопрос. Так, ну хорошо, значит, с уравнением приливания разобрались. Ну, давайте с уравнением типопроводности. уравнением теплопроводности. Значит, ρ от x, dO, dT равно разобрались. Ну, снова, нас интересуют только страдаемые со вторыми производниками. Если мы их снова распишем, да, точно так же, как для уравнения. То, что мы будем тут иметь? Две суммы. Интересующая нас сумма имеет вот такой вид. Сумма пока от единицы до p, p от x, на d2u по dx, kt2. Правильно? Вот она, сумма со вторыми производниками. Мы имеем право поделить это уравнение на p. Все уравнение поделить на p. делим на p от x. И что получается? Получается просто чисто в виде сумма вторых производников. Правильно? Сумма вторых производников. Но второй производной по t как не было, так и нет. Поэтому получается, что у нас вот вторые производные по вот этим вот x есть, а по t производная нет. Значит, это уравнение какого? Параболического типа. Уравнение параболического. Ну, запишем это, чтобы нет. Параболический тип. Параболический тип. Ну что, осталось стационарное уравнение. Параболическое – небольшое. Так. Интересующий наш тем, что мы можем поделить на p от x и уравнение сразу будет уже в каноническом виде. Правда? Но здесь у нас никакого времени нету и все вторые производные присутствуют и все они имеют коэффициент единицы. То есть стационарное уравнение это уравнение эллиптического типа. Получается, что между вот этими тремя основными типами по математической классификации и тремя основными типами по физической классификации взаимно однозначное соответствие. Уравнение эллиптического типа. Так, ну еще одно важное замечание. Вот смотрите, что получается. Мы вот когда говорили об уравнении колебаний, приведении его канонического виде, заметили, что вот на самом деле вот эта замена, она от точки к точке будет меняться. Ну а что если у нас p и ρ это константы? Тогда эта замена p и ρ константы будет одинаковой во всех точках. И получается, что вот мы привели уравнение канонического вида в одной точке, а на самом деле решили задачу всюду сразу. Почему? А потому что коэффициенты уравнения это константы. То есть выделяется отдельный случай. Это случай постоянных коэффициентов. Вот в случае, если коэффициенты постоянны, тогда возможно приведение уравнений к каноническому виду в области всегда. Ну вот в следующий раз мы с этого и начнем. С этого случая. Всё. Спасибо.